Добрый день! Ранее мы рассмотрели, каким образом выполняется первичная настройка телефонов Windows Phone 7.5. А сейчас мы рассмотрим особенности интерфейса этой операционной системы, который построен на подходах MetroStire. Итак, мы будем рассматривать на примере Nokia Lumia. И давайте выполним включение телефона. Телефон включается при помощи аппаратной кнопки включения, которая у Nokia Lumia 800 расположена очень удобно, под большим пальцем. И при включении вы попадаете в так называемый экран блокировки. Задача экрана блокировки состоит в том, чтобы не дать вам выполнить какие-то случайные действия при извлечении телефона, при ношении телефона и тому подобное. При этом экран блокировки содержит очень много информационных функций, которые позволяют вам, не включая полностью телефон, выполнить те или иные действия. Во-первых, вы видите в верхней части экрана блокировки то, что называется панелью батареи, панелью связи, панелью мобильной связи, где отображается, собственно говоря, состояние связи с оператором, режим работы, включен или выключен Wi-Fi, включен или выключен Bluetooth, включен режим полета, уровень заряда батареи. Платформа Windows Phone 7.5 является отличной для развлечений и прослушивание музыки или просмотр видео является одним из желаемых задач пользователей. Так, вы видите, получение входящего звонка, мы его игнорируем. Соответственно, для того, чтобы управлять своей музыкой, как вы видите, на экране блокировки вынесены кнопки управления музыкой. Соответственно, я могу отмотать назад, я могу включить play, я могу прослушать вперед и, соответственно, я включаю громкость. При этом, если громкость недостаточно, аппаратные клавиши позволяют мне регулировать эту громкость. Как видите, даже телефон заблокирован в состоянии, музыку просматривает. Я могу делать громче, на панели отображается текущий уровень звука. Я могу промотать вперед, это онлайновая музыка, назад, увы, я не могу. Далее, на экране блокировки расположены время, дата, текущий день недели, текущий митинг. То есть, я с 14.15 до 15.45 у меня митинг с Nokia. То есть, все события, которые у вас находятся в календарях в текущее время, будут отображаться здесь. И в нижней части, в самой нижней части, панель с уведомлениями. Как вы видите, я пропустил один звонок, я пропустил два текстовых сообщения. У меня в почтовом ящике два непрочитанных письма. За то время, когда я последний раз разблокировал телефон. Ну и вообще, вы здесь видите обои. Эти обои вы можете менять по своему желанию. Разблокировать телефон, как видите, система предлагает вам проскроллить вверх подпрыгиванием. То есть, можно путем движения вверх-вниз. При этом, если вы, либо ваш системный администратор, назначили пароль, то не путать с паролем с сим-карты, то здесь будет также отображено приглашение на ввод этого пароля. Мы рассмотрим об этом чуть позже. Итак, давайте разблокируем телефон. И после разблокировки телефона мы попадаем в так называемый рабочий стол Windows Phone 7.5. Рабочий стол Windows Phone 7.5 построен на привычной всех концепции иконок. Эти иконки мы видим здесь, в виде двух столбиков. Иконки не простые, они являются так называемыми живыми иконками. То есть, для каждой иконки, если приложение это позволяет, отображается дополнительная информация. Например, вы видите пропущенный один телефонный звонок, вы видите пропущены два сообщения, вы видите два непрочитанных почтовых сообщения. Вы видите, что в контактах у нас присутствуют меняющиеся иконки, то есть, идет активность работы в контактах, соответственно, отображаются фотографии людей. Рабочий стол имеет вертикальную прокрутку, то есть, все иконки вы можете увидеть путем скролинга. Что здесь присутствует? Во всех телефонах присутствует обязательно это телефон, собственно говоря, со звонками. Если обратите внимание, я посмотрел, кто звонил и почему звонил, то мы увидим, что иконка ушла. Присутствуют обязательно контакты, к ним мы еще вернемся. Присутствуют сообщения, присутствует электронная почта. То есть, если вы выполняли первичную настройку телефона с учетной записью Windows Live, то привязанная к этому Windows Live учетная запись Hotmail будет автоматически вынесена на ваш первый стол. Далее может отличаться, в данном случае Nokia предлагает четыре своих приложения. Это система навигации Nokia Navigator, это система информирования о тех или иных местах, о тех или иных окружающих ресторанах, музеях, магазинах Nokia карты. Nokia музыка, которую вы только что слышали и видели в процессе прослушивания, то есть, это онлайновый магазин музыки и Nokia Apps, которые отображают рекомендуемые Nokia приложения из магазина Microsoft онлайнового. Также вы видите штатный интернет-эксплорер, наборы игр, Xbox Live. Вы видите мой календарь, вернее, мои календари. В данном случае календарь подключен к тому учетной записи, к той почте, которая была использована при настройке. Вы видите фото, вы видите музыку и видео. В данном случае это уже Zoom музыка, которая предоставляется Microsoft. Вы видите магазин онлайновый Microsoft Marketplace. И видите мою учетную запись, которая была вынесена автоматически системой при настройке Windows Live ID. Таким образом, вы можете работать с телефоном, проскролливая его. При запуске какого-то приложения вам достаточно просто нажать на это приложение. Кроме того, обратите внимание, в системе присутствует дополнительная стрелочка в правом верхнем углу. Нажатие этой стрелки вы попадаете в список приложений. Список приложений – это полный набор приложений, который установлен у вас в системе в настоящий момент, который устанавливается с Marketplace. Он может расширяться. Не все из них вынесены на рабочий стол. Вы можете это сделать, если вам требуется, например, Офис, удерживая кнопкой, всегда при нажатии на ту или иную иконку, на тот или иной элемент, при его достаточном удержании всплывает дополнительное меню с операциями. Здесь в данном случае вы видите на рабочий стол. И мы видим, как появляется приложение. Список будет расширяться. При достаточно большом количестве приложений он будет группироваться по алфавиту. То есть в данном случае сейчас только отсортирован по алфавиту. У вас будут появляться буквы, обеспечивающие быстрый доступ. Примером таких букв я сейчас продемонстрирую. Это работа с контактами. То есть вы сейчас видите контакты, у которых есть буковка А. При нажатии на буковку А я вижу также, что есть еще контакты на М, К и тому подобное. Вы можете сортировать. И также вы можете увидеть, что есть контакты на английском языке. Соответственно, давайте там на А. Вот такая вот возможность. И теперь, когда мы зашли уже куда-то в какое-то приложение, хотел бы познакомить вас с тем, каким образом вы можете работать с аппаратными кнопками. Аппаратных кнопок у Windows Phone 7753. Это кнопка «Назад», это кнопка «Пуск» или «Домашний рабочий стол» и кнопка «Поиск». Нажатие кнопочки «Назад» возвращает вас по тем операциям, которые вы выполняли ранее. То есть, как вы видите, я двигаюсь по предыдущей почте, по предыдущим меню. Если вы хотите пропустить какие-то операции, вы просто-напросто удерживаете нажатую кнопку, и вы видите весь список тех приложений, которые запущены в тот или иной момент. Кнопка «Пуск» возвращает вас на рабочий стол из любого приложения. Кнопка «Поиск» в зависимости от настроек оператора, от настроек телефона, от настроек страны возвращает вам разные опции. В данном случае русскоязычный телефон с русскими настройками отображает просто русскоязычную страничку Bing. Если телефон на английском языке, вы видите приложение Bing, которое имеет расширенные функции, как поиск по музыке, как поиск по штрих-кодам, тегам и тому подобное. Возвращаемся назад на рабочий стол. Кроме того, на рабочем столе или в приложениях также присутствует верхняя панель. Здесь вы видите часы в верхнем правом углу. На сжатие на эти часы приводит к тому, что отображается вся та же информация, которая была на домашнем, извиняюсь, на экране блокировки. То есть информация о батарейке, информация о сетях и тому подобное. Вы можете возвращаться, посмотреть, что у вас сейчас с уровнем заряда и тому подобное. Кроме того, я хотел бы познакомить вас с особенностями самого интерфейса приложений. Приложения в Windows Phone 7.5 в Metro Style построены по тому же принципу горизонтальной прокрутки, что и рабочий стол. То есть рабочий стол, основные иконки, рабочий стол при прокрутке. Обратите внимание, приложения вы можете скроллить влево, вправо. Таким образом строятся и предложения Manga Style. То есть у вас есть несколько экранов приложения, которые могут выполнять различные действия. Такие приложения часто называются хабами. Давайте посмотрим на примере контактов. Если мы открываем контакты, мы видим, что сейчас контакты работают в режиме «Все», то есть где я могу скроллингом посмотреть все необходимые контакты, вертикальным скроллингом. Если же я выполню скроллинг вправо, обратите внимание, здесь оно видно. Вот панелька, что еще присутствует что-то. Скроллинг вправо, то я увижу, что нового у моих друзей в социальных сетях. То есть в данном случае сейчас телефон, благодаря подключению через LiveID, подключился и к самой LiveID, то есть к Windows Live сети, и к Twitter, который связан был с LiveID, учетной записью, и к LinkedIn, который тоже был связан, и все сообщения всех моих друзей, всех моих фолловеров и тому подобное. Случайно нажал. Возвращаемся назад. Еще раз назад. Всех моих фолловеров отображаются теперь здесь. То есть это идея хаба контакты, который позволяет нам работать. И еще одно движение вправо или влево. Мы видим последние контакты, которые открывались или которым звонились. Соответственно, я могу работать. При этом, если вы посмотрите, в нижней части экрана меняется также опция. Здесь присутствуют три кнопки в нижнем правом углу. Если вы нажимаете на эти три кнопочки, то вы увидите полное меню, которое можно выполнить в данном конкретном контексте контактов. Если мы переходим к следующей части, то мы увидим, что три точечки подменяются уже более обширными опциями. Это опции поиска и это опции создания нового контакта. Если мы нажмем опять же на эти три точки, то мы увидим, что это поиск, что это новое. И опять же увидим настройки. Мы можем кого-то найти. Обратите внимание, нажатие на кнопку поиск приводит к отображению строки для ввода поиска. И автоматически, как только отображается строка для ввода, автоматически отображается и клавиатура. Клавиатура, если у вас русскоязычная операционная система имеет сразу русский и английский раскладки. Если же у вас англоязычная система или какая-то другая, имеет ту национальную раскладку, которую вы выбрали, но вы всегда можете доустановить в настройках, требуя вам русскоязычную раскладку. При этом переключение между языками выполняется кнопкой русский-английский. И вы можете вводить какую-то информацию. Например, я хочу нажать найти Анжела Каминская. Нажатие на Анжелу Каминскую, как вы видите, приводит к переходу на этот профиль. Я могу, опять же, скролля влево-вправо, увидеть, что нового, какие фотографии, журнал сообщений, профиль общения. И здесь же вы видите, в контактах поменялось также меню, которое предоставляет вам возможность закрепить, то есть перенести на первый экран для общения, связать, изменить и тому подобное. Возвращаемся назад на рабочий стол. Мы рассмотрели только что возможности интерфейса Windows Phone 7.5, который построен в стиле манго. Дополнительные возможности, такие как управление рабочим столом, вынесение различных элементов на рабочий стол, работа с различными элементами, работа с клавиатурой будет рассмотрена в других видеороликах. Спасибо за внимание. Всего хорошего.